Дорогие друзья, сегодня продолжение нашей учебы Мишны Тора, фундаментальные законы Торы, глава 5-7. Если инородцы сказали женщинам, дайте нам одну из вас, и мы ее оскверним, и если нет, то скверним вас всех. Пусть осквернят всех, но не выдадут они одну из Израиля. А также если инородцы сказали, выдайте нам одного из вас, и мы его убьем, а если нет, убьем вас всех. Пусть убьют всех, но не выдадут они одного из Израиля. Если указали на одного и сказали выдайте нам такого-то и убьем вас или убьем вас всех Если этот человек заслужил смертную казнь, как Шева бен Бихри Здесь имеется ввиду претендентная история в пророках Шмуэль Когда полководец царя Давида Йоаф преследовал Шеву бен Бихри Поднявшего бунт против Давида Шева укрылся в городе Авельбейт Мааха Йоаф начал осаду Он согласился снять осаду, если жители выдадут Шеву бен Бихри Что и было сделано Так вот, пусть они выдадут его Но так не учат поступать То есть показательная история о применении этого принципа проведена в Тасефите И краткое содержание его и этой истории таково Улу Барку Шева требовали власти Он бежал и скрылся в лоде Власти заявили Либо вы его выдадите, либо мы разрушим город И Рабь Йошуа Барлеви пошел к Уле и уговорил его сдаться Далее рассказывается, что после этого пророк Ильяху отказался приходить к Рабь Йошуа И когда пришел, сказал Разве я прихожу к доносчикам? На что Рабь Йошуа заметил Разве не по закону я поступил? И в ответ услышал А разве это закон для праведников? Иными словами, букве закона это соответствует Но праведнику не пристало опираться на этот закон Так вот, если этот человек не заслужил смертную казнь Пусть убьют всех, но не выдадут ни одного из Израиля Здесь есть еще одно пояснение Что Рамбам указывает в следующей ситуации Первая ситуация Враги требуют выдать одного, любого человека Чтобы убить его или изнасиловать В этом случае пославляет Рамбам Никого выдавать нельзя Пусть погибнут Или будут изнасилованы все Рафь Йосеф Каро В Кесеф Мишне Объясняет, что всякий Кто или кого берут, чтобы выдать врагам Может сказать А почему вы решили, что ваша кровь краснее моей? То есть главная причина запрета Выдавать состоит в том Что невозможно обречь на смерть или поругание одного человека из группы невиновных 5.8 То, что сказано о поступках по принуждению Относится к больным И к больным тоже Как именно? Если некто смертельно заболел И врачи сказали, что его можно вылечить чем-то Что запрещено Торой То так и поступает При опасности лечат всем, что запрещено Торой Кроме того, что связано с самопоклонством Запрещенными связями и убийством Ими не лечат Ими не лечат Так вот Ими не лечат даже при опасности Если все же преступно Придегнул к этим средствам И вылечился То суд приговаривает его к наказанию Соответствующим преступлением Раши В Гитин Выводит принцип Преступление, совершенное под угрозой Смерти Не следует читать поступком Того, кому угрожали Юридически В юриспруденции Принято различать два случая Принуждения к преступлению Первое Принуждение насилия И второе Преступление под давлением обстоятельств Так вот О принуждении насилием Речь идет, когда человека Под угрозой смерти заставляют нарушить закон Когда же человек, попав в обстоятельства Угрожающие его жизни Пытается спастись Посредством преступления Например, отняв спасательный Жилет у другого утопающего Или выкрав еду во время голода Он действует под давлением обстоятельств Рамбам здесь говорит О тех, кто нарушает закон Чтобы вылечиться от смертной болезни Тот, кто, например, убил Принужденный насилием От наказания Освобожден Тот, кто убил под давлением обстоятельств Получает наказание Соответствующее преступление Пункт 5.9 Откуда известно Что даже при смертельной опасности Не совершает ни одного из этих трех преступлений Сказано в дворе им 6.5 Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим Всей душой твоей И сверх сил своих Даже если он забирает душу твою Что касается запрета убить одного еврея Чтобы излечить другого Если или Чтобы спасти человека от руки тирана То здравый смысл подсказывает Не губят душу ради другой А запрещенные связи Приравны к убийству Как сказано Ибо Как встанет человек против ближнего своего И убьет его Так же И Это дело Есть пояснение на это Подразумевается Подразумевается следующая ситуация Некто пришел к раве и сказал Местный начальник требует Что я выубил кого-то А не то он убьет меня Ответил ему Погиб не сам Но не убивай другого Кто сказал тебе Что твоя кровь краснее Может быть его кровь краснее Так же Еще одно из пояснений Если Плод угрожает Жизнь роженеца То спасает жизнь Матери А не ребенка Если же Показалась Глава Младенца То не губит душу Ради души И таков закон И в заключении В законах О сангедрении Рамбам пишет Что из первой половины стиха А девице ничего не делайте Нет ей наказания смертью Следует заповедь суду Не осуждать тех Кто совершил преступление Под угрозой насилия Далее В приведенном Рамбам стихе Изнасилование Приравнено к убийству Что позволяет Талнуду Делать обратный вывод Если кто-то убил Под угрозой насилия То он не подлежит суду На этом мы сегодня закончим Замечательной новой недели Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok